Перед снятием аккумулятора желательно выключить все потребители электроэнергии и вытащить ключ из замка зажигания. Далее отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора. Фиксируем ее, потом отсоединяем плюсовую клемму аккумулятора. Для этих целей я использую торцовый ключ на 10. Пластмассовый кожух с плюсовой клеммой и блоком предохранителей отщелкиваем от корпуса аккумулятора с помощью простой отвертки. Снимаем все это с аккумулятора и отводим в сторону. Далее торцовым ключом на 13 откручиваем болт и снимаем фиксирующую скобу, которая фиксирует аккумулятор. После этого можно вытащить аккумулятор из моторного отсека. Далее необходимо проверить уровень и плотность электролита в банках аккумулятора. Плотность проверяется с помощью ариометра. Уровень электролита проверяется, если корпус аккумулятора полупрозрачный, есть метки максимальный уровень и минимальный. Если уровень в банках недостаточный электролита, он дополняется дистиллированной водой. Если плотность электролита в аккумуляторе недостаточная, то аккумулятор надо поставить на зарядку. Далее необходимо проверить питание. Далее. Далее. Готовое. Далее. 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 Все. Далее. зарядный ток для аккумулятора выставляется из расчета одна десятая от емкости аккумулятора если аккумулятор к примеру 60 ампер часов зарядный ток выставляется не более 6 амперов лучше немножко меньше обратите внимание на дату производства аккумулятора которая выбивается двузначными цифрами первая цифра 35 это неделя вторая цифра 12 это 2012 год также можно посмотреть если корпус полупрозрачный уровень электролита в банках который должен быть между максимальным и минимальным значение при необходимости дополнить дистиллированной водой когда процесс зарядки начался желательно проверить с помощью фонарика посмотреть каждую банку если пузырьки которые свидетельствуют о том что банка заряжается время необходимо для зарядки аккумулятора определяется степенью его разряженности в любом случае необходимо мерить плотность электролита которая должна соответствовать определенным значениям для вашей климатической зоны и времени года заряженный аккумулятор устанавливаем в моторный отсек в обратной последовательности в моторный отсек 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 в моторный отс Продолжение следует...